По сути, ангелы — это тонкоматериальные существа, тонкоматериальные существа, которые в дизайне Бога, их миссия в том, чтобы помогать нам, сопровождать нас и наставлять нас. У каждого человека существует минимум два ангела, но количество ангелов может меняться в процессе жизни. Вы есть проявление Творца, вы есть каналы света, у вас есть божественная ДНК, чего вы ходите с нецензурным выражением лица. Вам так много дано, каждый из вас — это бессмертная душа, каждый из вас — это проявление Бога. Когда ты начинаешь их ощущать в присутствии, географически в поле, ты делаешь им запрос и говоришь, покажитесь мне, откройтесь. И следует здесь сказать, что ангелы не выглядят так, как в библейских картинках, только в белых одеждах, с крыльями. Михаил, у нас часто бывают выпуски, интервью с различными мастерами, в которых мы говорим о сущностях. И всегда мы освечивали тему сущностей с более низкого плана, то есть сущностей, у которых имеются низкие вибрации и которые как-либо могут взаимодействовать нами на материальном плане. Но, тем не менее, есть сущности и другого порядка, вибрациями выше. Их называют ангелами. Могли бы вы рассказать о них более подробнее? Что это за существа и как они проявляются в материальном мире? Да, очень хороший вопрос. Мне очень близка эта тема, я много лет изучаю эту тему, являюсь ангелотерапевтом. Вообще тонкий мир, он очень многообразен. И когда мы думаем, что тут существуют только ангелы и только демоны, на самом деле это не так. Существует серый мир, где есть духи природы. Существует светлый мир, где ангелы, архангелы находятся. И существует нижний темный мир, темные сущности. Но если мы будем говорить об ангелах, упоминания и сведения об ангелах существуют практически во всех основных традициях. Просто их по-разному называют. В одной традиции их называют ангелами, в другой традиции духовными наставниками, в третьей традиции хранители рода, союзники. Но это все одно и то же. По сути, ангелы – это тонкоматериальные существа. Тонкоматериальные существа, которые в дизайне Бога, их миссия в том, чтобы помогать нам, сопровождать нас и наставлять нас. И до того, как мы еще воплощаемся, до процесса инкарнации, пока мы еще только у мамы, даже мы еще не являемся, когда зародышем в утробе мамы, уже ангелы с нами. У каждого человека существует минимум два ангела. Но количество ангелов может меняться в процессе жизни. Это зависит от того, какую миссию несет человек. Чем больше его призвания, чем больше его предназначения, чем больше он вовлечен в дело эволюции этого мира, тем больше у него будет ангела. Но даже если человек абсолютно не вовлечен в какие духовные дела, а просто человек, который живет обычной жизнью, у него есть два ангела. Ангел-хранитель и ангел-наставник. И Творец задумал, чтобы вообще задумано было, чтобы они нам помогали, чтобы они были всегда рядом. Поэтому люди очень часто живут в стрессе и устают, потому что изначально, вот это вот очень важная мысль, которую многие люди не понимают, и я этого не знал, мне это вот открыли свыше мои духовные наставники, что все наши нагрузки, все наши вызовы жизненные, с которыми мы сталкиваемся, они изначально не были задуманы, чтобы мы сами с ними справлялись. То есть изначально предполагалось, что мы будем проходить свои трансформации, свои ситуации с поддержкой наших духовных наставников. А мы часто делаем все сами, поэтому мы многие люди такие подуставшие, такие часто в стрессе, в каких-то переживаниях. Это как, например, ты тащишь три сумки, в то время как ты должен был одну тащить, а две сумки должны помогать тебе твои духовные наставники. Поэтому это очень интересная тема, и это большой ресурс для людей. Это очень большой ресурс, когда человек обнаруживает, что у него есть эти духовные наставники, у него есть его духовные наставники, есть ангелы-хранители, и он может с ними общаться, может с ними взаимодействовать, они могут его сопровождать, помогать, наставлять, показывать ему пути во всех сферах жизни. Это очень сильно. У человека жизнь очень сильно меняется, когда он понимает, что он не один во Вселенной со своим призванием, предназначением, но есть те, для которых он дорог. И вообще я считаю, это большая трагедия, когда ты не обращаешь внимания, не общаешься с теми духовными существами, которые реально тебя любят, потому что, живя в этом мире, мы часто обнаруживаем, что люди часто могут подвести, могут завидовать, могут предать, даже близкие друзья. Но наши духовные наставники, наши ангелы, это те сущности, которые любят нас безусловной любовью, и они заинтересованы и хотят нашего успеха больше, чем даже мы сами. И они искренне нас любовью такой любят, который больше, чем даже наши родители. И представляете, как это неправильно, если мы с ними не общаемся, в то время, как они готовы и хотят нам помогать. Поэтому, да, эта тема очень интересная. У каждого ли человека есть духовные наставники? И зависит ли это от религии? Существуют духовные наставники, это абсолютно не зависит от его вероисповедания, конфессии, религии. И я скажу такой тонкий момент, что люди, которые начинают видеть своих духовных наставников, они видят их по-разному. Например, люди, которые ближе к христианскому направлению, они видят их так, как их рисуют, с крыльями, в белых одеждах. Люди, которые больше в восточных направлениях, религиях, они видят их, как вот видят духовных наставников Востока, Индии. Почему это происходит? Люди, которые больше к славянским направлениям, к язычеству, они видят их там, как макошь, в славянских одеждах, в льняных, с посохом, в старца. И я хочу объяснить, почему так происходит. Дело в том, что ангелы настолько нас любят, и они, так как являются духовными существами, у них нет физического тела, но являясь духами, они являются людям в таком виде, в котором людям будет удобно и комфортно с ними взаимодействовать. Поэтому все видят ангелов по-разному, все видят духовных наставников согласно своего мировоззрения и согласно своей картины мира. Но они существуют и есть у всех, даже если человек является атеистом, даже если человек вообще не верит ни в какую духовность, они все равно изначально есть. Но другой вопрос, что ангелы могут, понимаете, быть активными в жизни человека, проявленными, помогать, сотрудничать, вдохновлять, они могут направлять его, оберегать, а могут быть в таком, как бы, ну можно сказать, выключенном состоянии, ну условно, неактивном. То есть они просто есть и все. И вот это важный вопрос, почему так происходит. Да, действительно, как их активировать? Почему у одних людей ангелы активны и помогают им в их жизни, а у других наоборот? Достаточно недавно пришла четкая ясность почему так происходит. То есть в моей жизни ангелы давно уже активны, но я не понимал, почему в жизни других людей их практически нет присутствия, да, никакого. И я увидел вот что. Наше внимание к ним и наша вера в них активирует их активность. У них есть такая особенность, я говорю, что ангелы они джентльмены. То есть что это значит? Они любят тебя, они хотят помочь, у них есть потенциал тебе помочь, но они свято чтят закон свободной воли. И они никогда не вмешиваются в жизнь человека, если человек их не призовет и не попросит. Даже если с тобой будут происходить неприятности, даже если что-то будет такое происходить. Только крайне редко, когда уже стоит вопрос жизни и смерти, а ты свое призвание и предназначение еще не исполнил, они могут вмешаться без твоего призыва. В остальных случаях они любят тебя, они хотят помочь, они рядом, но они джентльмены, они ждут твоего внимания, они ждут твоего призыва, они ждут, когда ты обратишься к ним. И та мера, то количество внимания, которое ты уделяешь им, определяет тот потенциал и определяет, сколько они могут быть активны в твоей жизни. То есть, понимаете, вот у многих людей такое понимание с ангелами как, вот есть ангелы, я верю, ну там какую-то молитву прочитаю, медитацию, но изначально в замысле творца не так было задумано, было задумано так, что это твоя духовная команда, это твои духовные партнеры, это твои друзья. То есть, ты можешь утром просыпаться и говорить ангелы, доброе утро, что я сегодня буду завтракать, омлет или кашу, я так живу, меня там приглашают в этот город и в другой, я говорю, куда мне поехать, покажите, что мне ответить этому человеку, как мне лучше поступить, это постоянное общение и чем больше человек уделяет внимание ангелам, ну это абсолютно такой закон, который известен в эзотерике, куда внимание, туда энергия и все, к чему мы уделяем внимание, прогрессирует, растет и все, что мы игнорируем, оно начинает деградировать, поэтому многие люди игнорируют ангелов и поэтому они неактивны, но стоит дать им внимание, стоит начать верить в них, стоит начать общаться с ними, как их проявленность начнет все больше и больше входить в жизнь человека. И это в такой, как я даже скажу, это не какие-то ритуалы, это не какие-то сложные, какие-то молитвы, медитации, это дружба, это общение, иногда это вслух общения, иногда это с сердцем телепатически, но они следует понять, что они всегда рядом. Вы сказали о том, что когда вы просыпаетесь, вы спрашиваете, что вы будете завтракать, как это происходит, то есть как вы получаете ответ на этот вопрос? Так как я уже продвинутый пользователь, если так можно сказать, с ангелом, дело в том, что вот у меня есть школа и мое послание не в том, что есть ангелы, о том, что есть ангелы, все уже знают, уже все верят, что есть ангелы, наверное, духовные наставники, особенно подписчики канала Тайны Жизни, но мое послание миру и то, чему я в школе учу, это то, что, это мало верить в ангелов, то есть в моей школе люди, которые проходят обучение, они начинают видеть их, видеть их, или слышать их, или ощущать физически, и я абсолютно уверен, что эта опция доступна любому человеку, то есть я вижу ангелов как голограммы открытыми глазами, вот я вижу, я могу описать каждого своего ангела, и те люди, которые проходят обучение в моей школе, они тоже, многие из них начинают видеть, а некоторые не видеть, а ощущать, это зависит от того, что мы энергетические, у нас разные матрицы, и точно так же, как в физическом мире у одних людей лучше развитого воображения, у других слух, в духовном мире вот эти тонкие наши ясновидения, яснослышания, ясночувствия, они у нас тоже, у кого-то какое-то более приоритетное, поэтому мое послание, это не то, что верить в ангелов, а мое послание в том, что ты можешь их видеть открытыми глазами, ты можешь видеть их в медитациях, видеть их, ты можешь их ощущать, ты можешь их чувствовать, и, например, люди, которые приходят ко мне на консультацию, они удивляются, у меня консультация обычно длится полтора часа, и я могу там с людьми поработать, а потом я иду пить чай, и так как у меня очень сильный канал с ангелами, и он выстроен многолетний, то я могу призвать ангелов, чтобы они с людьми поработали исцелением, очищением, трансформацией, и я ухожу в другую комнату пить чай, и человек находится там, допустим, в кресле, и он физически чувствует, как к нему прикасаются ангелы, он физически ощущает это, и многие говорят, что это даже более выражено, чем когда я проводил им сессию, представляете, и это возможно, поэтому, то есть можно конкретно прям видеть указания их, но это уже когда это канал, скажем, раскрыт, да, но на первоначальных, то, о чем вы спросили, когда мы это начинаем, то это просто, дело в том, что следует понять, что ангелы, они приходят к нам от Творца, и ангелы никогда не будут говорить чего-то, что противоречит голосу Творца в нашем сердце, а голос Творца в нашем сердце, это наше высшее я, это наше сверхсознание, и часто, ну, то есть я могу услышать из высшего я, и могу услышать от ангелов, в принципе, это будет одно и то же мнение, потому что все это одна большая семья света, да, поэтому я просто, на первоначальном этапе это можно ощущать, как холодно, горячо, как куда, от чего больше радости, ангелы любят использовать такой инструмент, я называю его радостиметр, что это значит, это значит, например, вот что мне кушать, кашу или салат, и вот от чего у тебя больше радости будет, значит, это будет правильно, правильное решение, если больше радости от салата, значит, будем есть салат, но когда отношения переходят в более глубинные, то их можно видеть, слышать и даже слышать, видеть их речь, то есть видеть их открытыми глазами, астральным зрением, энергетическим, либо видеть их в медитации закрытыми глазами и конкретно получать от них советы, то есть это тоже есть разные уровни коммуникации. У меня тоже пришло сравнение с высшим я при задавании вопроса, то есть когда я спрашиваю, что мне нужно или что для меня будет лучше всего, как бы обращаясь к пространству, но тем не менее здесь есть такой нюанс, вы проговорили, что физически люди чувствовали, когда вы приглашали ангелов поработать с ними, и это уже немного отличается, потому что с пространством так не договоришься, скажем так, но можно призвать тот же поток белого света, либо же взаимодействовать с энергией и пропускать энергию, но в любом случае здесь нужен прямой контакт и взаимодействие человека, а здесь это было приглашение совершенно других сущностей, и вашего вовлечения совершенно там не было. Как это происходит? То есть действительно, мне хочется понять, как это на практике, то есть люди ощущали прикосновения, какие прикосновения? Это как человеческие прикосновения, просто они не видят того, кто к ним прикасается, либо какие изменения происходили? То есть возможно, у вас есть истории, которые вы можете поделиться. У меня очень много историй мистических, сверхъестественных, то есть я видел очень много чудес, то есть невероятные чудеса, отмены операций, человек полностью глухой начал слышать, серьезные сущности из людей выходили, грыжи уходили, много-много разных чудес. Но что касается ангелов, то есть как это происходит, то есть когда я приглашаю ангелов, вот на моих семинарах происходит, в школе мы тоже это практикуем, когда я приглашаю ангелов, люди могут по-разному переживать их присутствие. Ну, допустим, если мы говорим о физических феноменах, самое распространенное, это люди ощущают объятия, ангелы очень любят так обнять, как вот поддерживающие объятия, как мы обнимаем родного человека, когда ему плохо или мы хотим утешить. И люди ощущают это физически, это вот первое. Второе, части тела человека начинают нагреваться, то есть конкретно вот нагревается область анахаты, тепло приходит, то есть конкретно нагревается тело. Потом очень часто такие идут, как электрические разряды и прикосновения тоже электричеством. И очень часто ангелы являются в видениях, и люди начинают видеть открытыми или закрытыми глазами ангелов, даже те люди, которых никогда не видели. Я вот сразу вспоминается, история такая, вот недавно произошла, вот я провожу регулярно семинары, и одна девушка, которая моя подписчица, приехала на семинар. И она взяла своего, ну, мужчину, да, как-то, а он скептик, вообще техническое образование, он далек от ангелов, но у девушек есть способы как-то уговаривать мужчин, даже пойти туда, куда они не хотят. Я не знаю, это вам лучше знать. Но как-то она его уговорила, но он не настроен был изначально. И он сидит там, и с таким настроем, типа, что здесь происходит, какие-то ангелы, что-то тут Агеев, что-то тут рассказывает, что-то не то, как-то больше найти какие-то недостатки или рассказать, что все это ерунда. И вот когда мы начали делать медитацию, я говорю, просто закройте глаза, я приглашу ангелов, чтобы они к вам подошли, да, и это, это человек никогда не видел видение, человек не участвовал никогда в медитациях, представляете, да, то есть вообще, достаточно скептик. Ну, он думает, ну, о чем мне терять, ну, закрою глаза, посижу. И он закрыл глаза, сел, и он потом мне рассказывает. Когда был перерыв, он подошел, говорит, Михаил, я хочу извиниться, потому что я вас критиковал, я не верил, и в этих ангелов, думаю, что здесь вообще происходит, что я здесь делаю. И говорит, когда я закрыл глаза, я увидел ангела, я увидел юношу красивого, в такой внежной, такой бирюзовой одежде, который ко мне подошел, вот так вот сделал, и говорит, эй, открой свое сердце скорее, и слушая геева. Представляете? И это потрясающе было. И это, сразу в этой истории, я две истории расскажу. Очень часто у нас людей религиозное восприятие ангелов, или какое-то вот поверхностное восприятие ангелов, то есть многие люди думают, что ангелы такие, знаете, вот чересчур серьезные, такие важные, такие чопорные, знаете, вот там, ой, явился я к тебе от Господа, сын мой, знаешь. На самом деле, ангелы, они очень часто, ну, во-первых, они отзеркаливают своего хозяина, кому они представлены, если вы веселый, экстраверт, позитивный, в потоке, на драйве, то у вас такие же будут ангелы, потому что они, как бы, в вашей энергетике, да, и наоборот, даже практически все ангелы, они очень позитивные, и они часто улыбаются, и шутят. Для меня это была проблема, потому что, когда я увидел первый раз ангелов, и начал их видеть, они постоянно улыбали, шутили, и я думал, что я сошел с ума, я понимаю сейчас, да, тех людей, которые меня слушают, я хочу сказать, что я не улетевший эзотерик, у меня два высших образования, первое высшее биологическое, и второе, я психолог светский, и я понимаю, я отличаю иллюзии, да, ума, от того, от реального духовного опыта, и я думал, что я сошел с ума, я начал видеть ангелов, они улыбаются, а так как я вырос в религиозной семье, и все это, знаете, вот ангелы, они какие-то такие вот возвышенные, такие святые, такие вот серьезные, такие важные, я думаю, что это, зачем я хотел их видеть, вообще ангелы ли это, но потом я начал изучать эту тему, и я поднял вообще, ну, есть источники, кроме меня, кто в мире изучает, ангелотерапевты, ангеологи, и они все об этом говорят, что ангелы, они очень позитивные, они улыбаются, они веселые, и наоборот, они нам, человечеству, эту весть несут, говорят, у вас в основном и проблемы, из-за того, что вы очень серьезные, относитесь проще, улыбайтесь, будьте позитивными, для вас все всегда будет хорошо, каждый из вас, вы есть проявление Творца, вы есть каналы света, у вас есть божественная ДНК, чего вы ходите с нецензурным выражением лица, чего вы ходите такие недовольные, у вас, вам так много дано, каждый из вас, это бессмертная душа, каждый из вас, это проявление Бога, каждый из вас, это сокровище, чего ты расстроился, из-за каких-то, была еще такая история, одна женщина, ходит на мои семинары, постоянно, ее дочь говорит, что ты ходишь, это все развод, это шарлатанство, какое-то целительство, ангелы, это было в Москве, в прошлом году, и ей 17 лет, она говорит, хорошо, я пойду с тобой на этот семинар, раз я не могу тебя уговорить, чтобы ты не пошла, и я этого Агеева разоблачу, она говорит, ну ей, я этого не знал, то есть, и она пошла, чтобы, ну матери объяснить потом, что здесь все это неправда, я этого ничего не знаю, идет семинар, я рассказывал об ангелах, а есть такая практика у меня на семинарах, и в школе, кстати, мы это изучаем, практика заключается в следующем, я сажу человека на стул, и я помогаю человеку включить его астрально-энергическое зрение, чтобы он рассмотрел своего ангела, то есть, я ему говорю, почувствуй, какой он, он больше как мужчина, или как женщина, и я как бы его веду, но я ангела этого вижу, но я ему не подсказываю, понимаете, да, просто направляю, чтобы он рассмотрел, так было и в этот раз, и в общем, я говорю, посмотри на этого ангела, какой он, как он выглядит, а, нет, не так было, и я говорю, кто сядет на этот стул, рассматривать ангела, и эта девушка, я же этого не знал, такая, ну, сейчас я сяду, и всем покажу, что это все обман, что это все шарлатанство, я этого не знаю, она садится, я говорю, давайте будем рассматривать, настройтесь, смотрите, как это, чего, вот, и она говорит, да, да, нет, нет, какие-то слабые обратные связи от нее, и потом раз, она замолчала, я говорю, почему умолчить, она так и говорит, а вы видите его, я говорю, вижу, а какой он, она у меня спрашивает, и я ей описываю ее ангела, который подошел, и она заплакала, и когда был перерыв, она подошла ко мне, извинилась, я говорю, а что случилось, она говорит, и она все рассказала, говорит, я была скептиком, я пришла с мамой, чтобы вас разоблачить, я говорю, и что произошло, она говорит, когда вы призвали ангела, и мне сказали, рассмотри его, я начала его видеть, и поэтому я, я не ожидала этого, и я поэтому, ну, так затихла, и потом я, когда сказала вам, расскажите, как он выглядит, и я ей описал ее ангела, на минуточку, которого она увидела раньше меня, представляете, то есть она увидела ангела, которого я потом ей описал, и она поняла, что, в общем, это все серьезно, это не шутки, и это настоящий духовный опыт, он возможен. Да, вы просто рассказываете, с одной стороны, в это сложно поверить, но то, какие опыты, в принципе, случаются с людьми, и как это происходит, то, ну, это интересная точка зрения, и мне кажется, что в современном мире, вообще, на что-то говорить, что этого нет совсем, в принципе, мало на что так можно сказать, потому что столько всего происходит, столько есть различных каналов, получения информации, и проявлений другого плана, нежели материального, что просто удивительно. Как научиться человеку, который скептик, вот даже те истории, которые вы описываете, там люди вполне скептически, никогда об этом не думали, не занимались практиками, потому что обычно есть какие-то определенные такой путь, который нужно пройти для того, чтобы развить ту или иную суперспособность, и, наверное, такой способностью можно назвать и видение ангелов. Нужно ли что-то для этого сделать, какую-то практику, возможно, или есть другие способы для того, чтобы научиться их не только видеть, но и, в принципе, коммуницировать с ними и взаимодействовать в материальном мире. Самый лучший способ, конечно, я, конечно, не хочу там сильно рекламировать, но эту способность очень сильно можно прокачать в моей школе. Я уже выпустил 4 потока людей. У меня международная школа, люди учатся со всего мира, из Европы, и с Японии даже человек учился, да, у меня, ну, в основном это Россия и Европа, русскоязычные. Но я могу дать советы, да, нашим зрителям, нашим подписчикам, потому что сейчас время новых энергий, сейчас вибрации, все мастера говорят, вибрации Земли изменились, скорость увеличилась. И если раньше, для того, чтобы развить какие-то ситхи, если раньше, для того, чтобы развить ясновидение, общаться с ангелом, целительством, нужно было брать обед безбрачия, ехать куда-то там в Гималайи, или идти в пустыню, быть отшельником, отказаться от секса, не есть вкусную пищу, дорогие, сегодня прекрасное время, этого ничего не нужно, потому что изменились вибрации, изменились законы, и даже если ты сейчас уйдешь на Гималайи, будешь сидеть в пещере, это не гарантирует тебе того, что ситхи у тебя проявятся, потому что изменились правила игры, ты будешь стоять мимо кассы. Сегодня для того, чтобы двинуться в этом сверхъестественном опыте, достаточно веры, доверия Вселенной, позволения внутреннего, что это возможно с тобой, и выстроить канал общения с Творцом, с ангелами, и делать духовные практики, и просто позволить себе это, двинуться, это сейчас открыто, и относительно практических шагов, дорогие, несколько шагов, первый шаг, нужно начать верить в ангела, во-первых, но я думаю, среди подписчиков Тайной жизни и зрителей таких людей нет, которые не верят в духовных наставников, которые не верят в ангелов или Вознесенных Учителей, или Хранителя Рода, я думаю, верят, поэтому первое, это начать верить. Второй шаг, начните обращаться к ним, начните просить их о каких-то советах помощи, и это тоже многие люди делают, и вот здесь происходит такой момент, когда ангелы им отвечают, они думают, ой, наверное, это совпало, ну, может быть, это просто и так бы у меня получилось, и это ошибка, если ты обратился к ангелам за советом, если ты обратился к ангелам за помощь, если ты обратился к ангелам за поддержкой, и они тебе ответили, не стоит это обесценивать, и говорить, это совпало, или может быть просто, наоборот, в этот момент нужно поблагодарить и зафиксировать в себе внутри, ага, они отвечают, значит, они рядом, поблагодарить их, и когда ты поблагодарил их, это твой уровень взаимодействия стал еще выше, и ты тогда начинаешь осознавать, не просто верить, что они есть, а понимаешь, что они рядом, они рядом, когда ты идешь в магазин, они рядом, когда ты на кухне делаешь себе кофе, они рядом, когда ты ложишься спать, и это совсем другое, верить в ангелы, или осознавать, что они рядом. третье очень важное где происходит вот этот кванков квантовый скачок духовный начните ощущать и осознавать ангелов в пространстве географически это как практика то есть возьмите себе чай расслабьтесь в тишине включите музыку и просто вот обратитесь к ним скажите ангелы где вы сейчас вот находитесь просто вот то есть для того чтобы начать видеть ангелов их начали нужно ощущать начать ощущать и осознавать и если вы так вот посидите но я преподаю в школе практики как это сканировать пространство да но мы просто формате интервью это серьезная практика мы не сможем и пройти но самый простой как бы пример да его достаточно что просто вот сделать запрос ощутить где не если ты так в тишине посидишь с открытым сердцем ты почувствуешь что справа кто-то стоит кто-то слева или впереди пространство неоднородное кто-то ощущает это как холодно горячо кто-то ощущает как в пространстве какие-то уплотнения кто-то чувствует просто любящее присутствие рядом и вот просто начинаешь ощущать их в пространстве и после того как вы начинаете ощущать их в пространстве это уже ваш уровень взаимодействия с ангелами выше чем просто верить и знать ты уже их ощущаешь пространстве и И это как практика. Я иду в магазин, они рядом. Я пью чай, они рядом. Я лечу в самолете, они рядом. Я еду на байке, они сзади и впереди, рядом тоже. И они постоянно рядом. И мы привыкаем к этому присутствию. И чем больше мы даем это внимание, тем больше они проявляются. И следующий момент, когда ты начинаешь их ощущать в присутствии, географически в поле, ты делаешь им запрос и говоришь, покажитесь мне, откройтесь. И тогда, кроме того, просто ощущения в пространстве, они начинают проявляться. И люди начинают их видеть. И следует здесь сказать, что ангелы не выглядят так, как в библейских картинках, только в белых одеждах, с крыльями. Ангелы могут быть разными. Они могут быть как в виде мужчины, как в виде женщины, как в виде ребенка, в разных одеждах. И еще раз скажу, что они чаще всего появляются согласно той традиции. То есть, если ты больше к Востоку, к Индии, они будут выглядеть как Саибаба или как какой-то йог, который для тебя близок. Если ты ближе к эзотерике, христианские корни, то будет в белых одеждах. Если ты славянский, то он будет как живо выглядеть или какие-то родичи, сворожичи. Такого направления. И потом уже идет общение, когда ты их видишь. Ну, если так очень быстро и сжато об этом сказать. Хочется поделиться своим немного опытом относительно взаимодействия не с ангелами, но другой структурой, например, с потоком белого света. Мы, допустим, я когда делаю какую-либо практику, то я приглашаю его. То есть, я именно произношу, что запрашиваю поток белого света в это пространство прямо сейчас, пожалуйста, и проговариваю определенные другие слова. Получается, с ангелами такое же может быть взаимодействие? То есть, можно их просто попросить прийти и попросить показаться, где они находятся. Может ли быть вероятность того, что это будут не ангелы, а, к примеру, любые другие сущности, которые выдают себя за них? На первую часть вопроса. Да, я еще раз подчеркну эту мысль. То есть, видите, у меня послание такое нетрадиционное, достаточно революционное об ангелах. Так люди не привыкли их воспринимать. Но я это, я мистик, я духовный наставник, я духовный целитель. Я не прочитал это из книг. Я получил это чистый духовный мой персональный опыт. И он работает, он эффективный. И я многих людей этому научил, и они благодарны. Ангелы – это наши помощники, это наши наставники, это наши друзья. То есть, как вот, как с друзьями? Обратиться, призвать. И они с удовольствием, они, знаете, потирают ладони. Потому что само слово «ангел», ангелос греческое, переводится как «вестник» и «помощник». То есть, их функция – помогать. Их функция – служить нам. Их функция – сотрудничать с нами. И когда мы их не приглашаем, да, когда мы их не призываем, они грустят. Как сказал один мистик, он говорит, ангелы некоторых людей пьют антидепрессанты. Так пошутил. Но потому что они радуются, они проявляются, они живут, когда вовлечены в события нашей жизни. Но большинство людей к ним не обращаются. Это то же самое, как, знаете, купить дорогой автомобиль и на нем не ездить, и белье сушить. Ну, я не знаю, какой пример можно привести. И наоборот, когда мы их призываем, когда мы к ним обращаемся, они с радостью отвечают. Потому что они всегда рядом, и потому что они хотят нам помогать. Это на первую часть вопроса. Вторая часть вопроса. Когда люди переживают различный духовный опыт, и действительно, да, я, знаете, как духовный наставник, я изучал священные писания разных традиций. Я Гавадгиту читал, я Библию два раза читал, Коран читал, ну, разные апокрифы. И вот есть в Библии такой текст, что даже сатана может принимать вид ангела света, то, о чем вы сказали, да. То есть иногда демонические сущности, демонические структуры, они могут проявляться как ангелы, да, то есть такое возможно. И вот как здесь обезопасить, и как здесь вот этот момент правильно интерпретировать. Очень просто. Следует понять следующее, что у каждого человека, у каждого человека существует определенная доминирующая и приоритетная вибрация. То есть человек, мы постоянно перемещаемся в высоких вибрациях, в средних, в низких, но есть приоритетные вибрации. Ты либо большую часть жизни на высоких вибрациях, либо на низких. И когда, и каждый человек, я думаю, вы согласитесь со мной, он носит с собой поле, атмосферу. И на самом деле мы постоянно с собой в поле, в атмосфере таскаем каких-то сущностей. Ну, таскаем не очень хорошее слово. С собой, они нас сопровождают, да. Ну, я так, чтобы более понятно. То есть мы с собой как носим комнату, в которой кто-то находится. И тот, кто там находится, это тот, кто согласен вибрациям. То есть, если человек, допустим, всю свою жизнь живет на низких вибрациях, живет неэкологичной жизнью, слушает свои низменные позывы, порывы, не слушает свое сердце, не живет в потоке и будет призывать ангелов, то проявятся те сущности, которые живут в его поле постоянно. Так как он живет на низких вибрациях, неэкологично, да, не слушая свою там совесть, да, то проявятся нижние эти сущности, да. Но если человек живет по сердцу, если живет человек экологично, если он живет на высоких вибрациях, то проявятся ангелы. То есть, когда, вот это очень глубокий вопрос, то есть практически в нашем поле постоянно кто-то находится. И вы, наверное, обращали внимание, что с одним человеком общаешься, ты его знать не знаешь, этого человека, а его хочется обнять. Вроде бы тебе нужно уходить, а тебе хочется остаться с ним, обняться. А другой человек вроде бы тебе формально близкий родственник или, ну, хорошо знакомый, а тебе рядом с ним находиться не хочется. Это в том числе из-за той атмосферы, которая вокруг него. Это в том числе из-за того, какие сущности его окружают. И люди, которые живут на низких вибрациях, их окружают сущности темного мира. Да, у них есть ангелы тоже, но из-за того, что они их не слушают и больше дают питание своими вибрациями темным сущностям, эти ангелов, их, знаете, как вот, допустим, большая толпа, и ангелы где-то за спиной там толкаются, хотят протиснуться и не могут. Поэтому я когда в своей школе у нас, прежде чем мы начинаем практики видеть ангелов, первый месяц обучения в школе у нас практики поднятия вибраций. Потому что есть такой термин, мне нравится, вибрационное зрение. Когда человек живет на высоких вибрациях и поднимает свою энергию, он возносится к верхним мирам. Он возносится к Творцу, его высшее Я к Творцу, к ангелам, к вознесенным учителям. И эта атмосфера, это похоже, как, допустим, ты летаешь в облаках, где летают птицы. В небе летают птицы. Вот небо, это, ну, условно, высокие вибрации, да, ну, для примера. А если ты в море плаваешь, там плавают акулы. Вот акулы, это, скажем, сущности, бесы, демоны. Поэтому, когда ты повышаешь свои вибрации, то там, в этой атмосфере, нет демонов. Они там не живут. Они плавают в море. Акулы плавают в море, в океане. И если ты летаешь, ты недосягаем. Как один мистик пошутил однажды, говорит, у него спросили, какая самая лучшая защита от порчи, демонов. Он говорит, живи в радости, живи в наслаждении, живи путем сердца. Там не живут они. Это для них как дихлофос. Для демонов это как дихлофос, высокие вибрации. Поэтому следует вначале поднять свои вибрации, привести свою жизнь в порядок. И потом выходить на контакт со своими наставниками. Потому что если жизнь в беспорядке, и ты откроешь это видение, то ты увидишь своих друзей, совсем не ангелов, которые с тобой рядом ходят. В каких сферах жизни ангелы могут помочь? Вот взгляд обывателя, взгляд обычного человека. Даже если ангелы есть, они где-то высокие, где-то далекие. Вот будут меня убивать, или с детьми что-то случится, обращусь к ангелам. Или перед смертью. Друзья, это миф. Ангелы хотят, чтобы вы обращались к ним по любым ситуациям. По любым поводам. Они могут помочь тебе в карьере. Они могут помочь тебе в личной жизни. Они могут помочь тебе в целительских практиках. Они могут помочь тебе с преуспеванием. В любых сферах, во всех сферах. Это твои духовные помощники. Это твоя команда света. Это твои наставники. Это тех, кого Творец послал, помогать, защищать, оберегать, наставлять тебя. И это опция, которая тебе доступна. И люди многое теряют. Поэтому можно обращаться по любому поводу. Помощь на работе. С детьми. Со здоровьем. И чем больше ты будешь обращаться по любым поводам, в самых маленьких ситуациях, тем больше будет простраиваться канал взаимодействия с ним. И тем больше ты будешь видеть их поддержку и помощь. Их реальность проявляться будет больше. Я правильно понимаю? В случае, если человек обращается к ангелам, но его просьба не исполняется, это означает, что как один из вариантов нужно работать над поднятием вибраций. То есть нужно преждевременно очиститься, прийти к определенному уровню, где можно взаимодействовать с ними. Или же на любом уровне человек может взаимодействовать. Ангелы всегда рядом. Абсолютно. И даже если человек, допустим, грубо говоря, я думаю, что подписчиков много на Тайной жизни. Я думаю, что, наверное, кто-то смотрит, кто и употребляет наркотики, и пьет алкоголь, и живет в высоких вибрациях, но тянется к свету. И поэтому смотрит ваш канал, хочет эволюции. И я хочу сказать, что, дорогие, даже если ты живешь в какой-то грязи, даже если ты живешь в низких вибрациях, ангелы у тебя есть. И ангелы тебя слышат. И если ты обратишься к ангелам, они тебе помогут с радостью, потому что они хотят, чтобы человек эволюционировал, они хотят, чтобы человек шел к свету. И они тоже переживают за тебя, когда ты деградируешь или живешь неправильно. Это один момент. В любых ситуациях они ответят тебе, услышат тебя и помогут тебе. Но если ты живешь на низких вибрациях и будешь открывать астральное зрение, чтобы их видеть, то из-за того, что если ты пока живешь на низких вибрациях, ты можешь увидеть других сущностей, которые окружают тебя. Но если ты поднимешь свои вибрации и очистишься, то ты всегда будешь видеть вокруг ангелов. Но даже если вокруг тебя тьма, ты можешь всегда обратиться к ангелам, они тебе помогут, ответят. Потому что ангелы и творец, они... Вот есть такое религиозное восприятие творца, который там сидит, дедушка с дубиной, который ждет, когда ты ошибешься, согрешит, чтобы тебя наказать. Это неправильное восприятие творца. Он любящий создатель, он источник, он абсолют, он источник всей любви. Я однажды в медитации получил такое послание, ко мне явился ангел и сказал, Михаил, рассказывай на всех своих семинарах, когда творец смотрит на вас, он все время улыбается. Когда творец смотрит на Анастасию, он все время улыбается, на Михаила все время улыбается. Потому что он видит вас, своего сына, свою дочь. Он не смотрит на твои недостатки, он не смотрит на твои ошибки, он не смотрит на твои грехи, на твою неосознанность. Он видит в тебе свое ДНК, он видит тебе свою природу, он видит в себе свой отпечаток. И он так любит тебя, он все время улыбается. И так же ангелы к нам относятся. Поэтому, дорогой мой или дорогая моя, если ты сейчас, твоя жизнь не в порядке, не думай, что мне надо жизнь в порядок привести, а потом к ангелам обратиться. Прямо сейчас, вот может ты виски пьешь, может ты там нюхаешь что-то. Обратись к ангелам, скажи, ангел, я хочу идти к свету, освободите меня от этого. Я хочу эволюционировать, я хочу быть осознанным, я хочу жить, чтобы эта радость сердца вернулась. Я хочу жить в наслаждении, в радости, в любви. И ангелы вам обязательно помогут. То есть не нужно становиться каким-то правильным, чтобы начать обращаться к ангелам. Есть ли отличия обращаться к Богу или к ангелам? Я исхожу из того, что тут нужно слушать свое высшее Я, нужно слушать свое сердце. Но я в своей жизни этот вопрос решил. Просто ангелы мне показали, открыли, что они всегда рядом. И они даже обижаются и огорчаются, когда я их ни в какие дела не привлекаю. Поэтому я по всем вопросам обращаюсь к ангелам. А когда вопросы очень сложные, глобальные, стратегические, к Творцу. То есть я вот так решил, что по всем вопросам я обращаюсь к ангелам. Но если какие-то серьезные, стратегические, я чувствую к Творцу. Но это не закон, это нужно чувствовать сердцем. Здесь, наверное, будет очень актуальный вопрос, когда люди просят о том, чтобы не уходил из этой жизни близкий человек. И они часто обращаются к Богу, или когда, чтобы им сохранили жизнь. Почему в некоторых случаях этого не происходит? Здесь вопрос не очень связан с ангелами, но будет понятно из ответа. Я лично верю, что я верю во множество воплощений, в реинкарнацию, в инкарнацию. И я верю, что всегда, когда человек уходит с этого плана, развоплощается, всегда его душа сама принимает решение об этом. То есть мы, например, у меня достаточно недавно умер мой друг. Ну, он старше меня был, мы с ним дружили, его родственники мне позвонили. Я был в отъезде, я не мог даже на похороны приехать. И мы с ним общались, он был духовный человек, все. И я им сказал, послушайте, вы смотрите, что вы потеряли отца, друга, все. Но, во-первых, вы с ним однажды встретитесь. Мы, наши души не умирают. Вы однажды с ним встретитесь, обниметесь. Это во-первых. Во-вторых, его душа сама приняла решение покинуть этот план. Дело в том, что он там болел, он после инсульта был немножко. У него одна сторона тела не функционировала. И он просто, его душа приняла решение разоплотиться и начать заново, да, этот цикл, да. Поэтому я исхожу из такой ситуации, что когда человек умирает, что душа принимает решение покинуть. И даже если мы просим, молимся или еще как-то, мы особо на это не влияем. Это мое мнение. То есть здесь первоначально, приоритетно, это выбор души человека. Что я принимаю решение, я устал или я сделал свою миссию, свое предназначение, да. У каждого человека есть призвание, у каждого человека есть предназначение. И если человек идет в другую сторону, то есть он, например, призван быть хорошим поваром, да. А он, допустим, стал наркоманом, деградировал, там, жену колотит, все проколол, пропил, ну, я к примеру говорю, да. А он призван быть, там, целителем или учителем математики, да. И он совершенно не исполняет своего призвания, в этом случае творец забирает. В остальных случаях, когда человек осознанно двигается, да, в потоке жизни, согласно своего призвания и предназначения, он сам принимает решение развоплотиться. Поэтому хоть к ангелам мы обратимся, хоть к творцу, это суверенная воля души. Такое мое мнение. Михаил, скажите, может ли ушедший человек из этой земли стать ангелом другого человека, который живет сейчас? Существует мнение, что умершие люди, да, могут стать, да, или еще есть такое мнение, что иногда люди воплощаются как ангелы. Мое мнение такое, что ангелы – это отдельная раса. То есть существуют разные расы, то есть есть раса людей, есть раса, там, ну, внеземные формы жизни, да, другие расы. И есть раса ангелов. Мое мнение, что ангелы не могут становиться людьми, и люди не могут становиться ангелами, потому что это разная ДНК духовная, разная структура, разные расы. И умершие люди могут сопровождать и помогать нам, их души, но это не ангелы, и они не могут становиться ангелами. Я очень много этим занимаюсь, много лет, и для себя я это прояснил. Это другая раса. То есть это и есть такое мнение, оно такое, оно, его приятно слушать, оно немножко такое сентиментальное, благостное. Вот мои родственники стали моими ангелами. Оно хорошо звучит, мне оно тоже нравится. Но мне вот показали мои наставники духовные, что это отдельно. То есть, да, твой родственник, ушедший, может тебе помогать, как-то сопровождать, давать какие-то помощь, да, такое возможно. Но он остается душой. То есть человек не может стать ангелом, ангел не может стать человеком. Вот. И это отдельные расы. Какое количество духовных наставников может быть у человека? Это зависит, знаете, зависит от той духовной нагрузки и от той функции, которую человек несет. Например, какой пример привести? Например, у вас такое задание построить времяночку. Чтобы построить времяночку, достаточно двух человек. Или вам нужно построить какая-то башня федерация, там, да, небоскреб. Там нужно, не знаю, 200 человек и много всего, да. То же самое и в духовном мире. Если ты просто живешь, вот у меня есть семья, я хожу на работу, да, вот у тебя эти два ангела. Но если, например, у тебя такие цели, я хочу нести пробуждение, да, людям, я хочу нести исцеление, да, я хочу нести осознанность, очищение. Дело в том, что ангелы однофункциональны. Один ангел не делает всего. Почему есть ангел-хранитель, ангел-наставник. Один ангел исполняет одну функцию. Точно так же есть ангел очищения, есть ангел исцеления, есть ангел творчества. Поэтому, исходя из этого, колец ангелов может быть большим. Точно так же и демоны, они однофункциональны. Один демон не может всего делать. Есть демон похоти, есть демон пристрастия к алкоголю, есть демон страха, самоубийства. Все сущности, они однофункциональны. Это вот такой поверхностный взгляд обывателей, которые, ну, не вовлечены в это, да, они думают, ну, вот пришел демон и все. Нет. Одна сущность одно может делать, как светлое, так и темное. Поэтому, если человек, допустим, творческий, занимается целительством, очищением людей, несет свет в массы, у него будет очень много ангелов. Но, например, если вдруг он в какой-то момент решит, ну, не делать этого, то количество ангелов уменьшится. Потому что ангелы даются именно на функцию, на призвание, предназначение, когда ты активен в этом. Бывает такое, что человек, вот у меня было 9 ангелов раньше, а потом мне творец говорит, что ты должен стать узким специалистом. Не нужно распыляться. Будь лучшим целителем, будь лучшим экзорцистом, будь лучшим ангелотерапевтом. Остальное не нужно. И когда я свою специализацию вот на этом сфокусировал, то два ангела ушли, с которыми я сейчас не взаимодействую. Поэтому количество ангелов зависит от того, сколько работы света и сколько эволюции ты несешь. И чем больше ангелов, тем больше у тебя возможностей и духовной силы. И точно так же, как у колдунов и черных магов, чем больше демонов в их поле, тем они могут больше зла сделать. Точно так же, чем больше ангелов у человека, у человека могут быть ангелы творчества, исцеления, ангелы любви, ангелы очищения, ангелы мудрости. Очень много разных ангелов. Здравствуйте, друзья. Спешу пригласить вас в свою школу духовного развития. В моей школе вы научитесь авторским практикам поднятия вибраций, благодаря которым вы сможете практиковать, не выделяя формально для этого времени. В общественном транспорте, на прогулке, в обеденный перерыв вы сможете поднимать свои вибрации и соединяться с высшими силами. Также в моей школе большое внимание уделяется тому, чтобы вы научились видеть, слышать и ощущать физически своих ангелов-хранителей, своих духовных наставников. Вы научитесь целительству руками. Вы научитесь очищению людей от темных энергий и сущностей. Вы научитесь очищению рода. Каждый из вас, завершив обучение, вы сможете любому человеку провести 4 сессии. Сессию ангелотерапии, сессию духовного целительства, сессию духовного очищения от сущностей и темных энергий и сессию очищения рода. Обучение построено таким образом, что со второго месяца обучения вы будете практиковать друг на друге. Это для того, чтобы все знания перешли в навыки, чтобы вы стали проводником чудес, проводником света, проводником эволюции, осознанности в своем городе, в своей стране. Дорогие, жду вас в своей школе.